Здравствуйте, товарищи! В прошлой главе сущность, отрицая рефлексию, определяет себя как явление. Следовательно, явление есть сущность в ее существовании. Получается, что явление более высокая категория, чем сущность, ведь она более сложная. В этой главе мы продолжим развивать категорию явления, дозаконное явление. Закон – это сущность, остающаяся равной себе в смене явлений. Или говоря еще проще, закон – это неизмененное в явлениях. Закон своей противоположности явлению является миру как в себе сущий мир. Явление становится отношением между своим определением и основанием. Закон явления Явление – это устойчивое наличие сущности. Красное яблоко на экране монитора – это не просто яблоко, но еще и его явление, так как при помощи глаза мы фиксируем его наличие перед нашим взором. Рефлексированное содержание явления есть многообразие сущности, сведенное к простому различию. Отражение яблока в нашем мозгу есть простая рефлексия. А все многообразие яблок на экране наш мозг воспринимает как простую сущность под названием яблоко, отмежевываясь от разнообразия разных окрасок пресловутого плода, но при этом еще и сохраняя за яблоком его содержание и определяя как отдельный самостоятельный вид фруктов. Сложив все вместе, мы должны констатировать, что есть некий закон явления – это безразличное устойчивое наличие, а в качестве своего снятия оно имеет устойчивое наличие другого. Так из наличия трех яблок на экране мы делаем вывод о наличии некоторого закона, по которому в нашем мире могут появляться яблоки. Появляться не как мимолетное изображение на мониторе, а как вещь, состоящая из материи, причем материи, имеющие разные свойства и характеристики. Тут же стоит применить диалектический закон отрицания. Итого, закон – это положительное вопоследование являющегося, и оно и явление, пребывающее в устойчивом наличном бытии. Явление есть постольку, поскольку есть другое. Закон есть существенное явление, или рефлексия явления в себя, тождество содержания с существованием. Гегель в качестве примера берет закон движения, который связывает пространство и время. Но мы упорно продолжим брать пример на яблоках. Иначе придется применять математику и физику, для чего потребуется вернуться ко второму отделу первого тома науки логики. Существующий мир поднимается на высоту царства законов. Его устойчивое наличие есть разложение на другое. Наконец, яблоко приобрело не только внутреннее наполнение, но и стало существовать по законам природы. Не надо только впадать в субъективизм, и речь идет не о том, что яблоки не существовали до наших умственных упражнений над ними. Мы говорим только о том, что наши логические построения наконец позволили перейти от простой констатации фактов и их сравнения до царства законов. Теперь весь мир в нашем представлении состоит из различных взаимосвязанных явлений, соотносящихся друг с другом. Теперь определение сливается с самим собой, а закон есть простое тождество явления с собой. Рефлексированное в себя явление есть некоторый мир, как сущий в себе и для себя. Наше яблоко превратилось в целый мир, который можно рассматривать не только как набор клеток, находящихся в различных количествах и различных качествах, но и как взаимосвязанные явления, соотносящиеся друг с другом в определенных закономерностях. И если эти закономерности разрушить, например, сунув яблоко в блендер, то из яблока мы получим нечто другое. Царство законов содержит в себе лишь простое, но разнообразное содержание существующего мира. Так мы приходим к наличию сверхчувствительного мира. Это в себе и для себя сущий мир, то есть мир для созерцания. В себе и для себя сущий мир есть изнанка являющихся. Мы можем наблюдать за яблоком, как за самостоятельным миром, который легко разрушить при помощи других явлений. Разложение явлений В себе и для себя сущий мир есть определенное основание являющегося мира. Оно же противоположность являющегося мира. У Гегеля для демонстрации разложения явлений на положительное и отрицательное использован северный и южный магнитный полюс. Можно еще привести пример с положительным и отрицательным зарядом, когда наличие одного подразумевает еще и наличие другого. Если объяснять на яблоках, то существование спелого яблока, в котором имеется необходимое количество фруктозы, подразумевает еще и наличие неспелого яблока. В неспелом яблоке должно существовать определенное количество яблочной кислоты. Соотношение кислоты и сахаров яблоки переводит один закон существования незрелого яблока в другой закон явления спелого яблока. Но об этом в следующей главе. Сейчас же констатируем, что закон явления есть тождество некоторого содержания с другим содержанием. Закон есть существенное в отношениях. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok